Так голос старухи Зергиль не звучал еще никогда. Данка в исполнении Дмитрия Суханова просто обжигает. С огромной радостью репетирую эту роль. Не знаю, с какой-то радостью, с каким-то светом. Прямо вот мне хочется надеяться, что оно как на разрыв. Чтобы... Не знаю, как это... Это надо смотреть. Я мать Данка. Того самого Данка. Спектакль про детей. Есть дети, как Данка, которые совершают поступки героические в любом возрасте. Хотя они маленькие, хотя они большие. А есть и другие дети, которых матери защищают, говорят, что они невиновны. А они совершают все более и более какие-то страшные, создают страшные ситуации. Я думаю, что этот спектакль для матерей. Ну и для всех остальных тоже. Сейчас в этом зале идет предпоказ. Постановка обещает быть удивительной. В ней приняли участие 26 актеров. История Данка не закончится никогда. Ну а символами постановки стали рука и пламя. С этим проектом театр выиграл конкурс «Пиро жар птицы». На полученный грант и поставили спектакль. Театр для детей, театр молодежный. Он же должен шевелить мозги человеческие. Он должен сердце развивать, звать его на поступок. Думаю, ведь это Данка. И нас все время поддергивали. Давайте, давайте, давайте. В конце концов, Лена написала проект. Грамотно и хорошо. Мы приложились с моим Минином и вышли на конкурс. Вам клянусь. Я была уверена, что победит кто угодно, только не мы. Вот честно я вам говорю. Сюжет легенд не изменен. Но режиссер углубляется в него. Объясняет причины поведения героев и мотивировки их поступков. В сердцах людей появляются страх и любовь, гордыня и милосердие. На сцене происходит магия. Наблюдаем за рождение племени и злого духа. Я пойду отец. Зачем? Зачем пойду? Я буду говорить с ней. Зачем? Актеры, костюмеры и постановщики пытались найти особый подход к зрителю. Это даже не инсценировка, это скорее пьеса по мотивам. Потому что нам пришлось придумать целое племя со своими характерами, со своими ситуациями, со своими событиями, которые случаются в этом племени. Там очень много пластики, очень много музыки. Особое место в постановке занимает песня Данка. Встроенная мелодия появляется только в конце спектакля.